В Зато-Александровск впервые прошел технический семинар по карате. Участниками стали обучающиеся спортивной школы Снежногорска. Мастер-класс ребятам дал неоднократный чемпион России и призер международных состязаний тренер Эмиль Сковородников. Организовать открытый урок, семинар для каратистов, тренер Снежногорской школы задумал давно. На призыв с радостью откликнулся Эмиль Сковородников. Многократный чемпион России, призер чемпионатов Европы и преподаватель. Оба каратиста уверены, такой опыт скажется положительно и на спортивной технике, и на мышлении детей. Они мотивируют. Во-первых, дети видят мастеров. То есть они к тренеру привыкают постоянно. И когда новое лицо, появляется немножко какая-то истинная. Я сам очень много был на семинарах. И оттуда приезжал заряженный в такой степени. Естественно, и опыт, и знания, и другие знания. У Эмиля Равильевича очень большой опыт именно соревновательного вида. Разный возраст спортсменов также не помеха, отмечает специалист. Это никак не помешает. Это будет полезно. Я буду давать такую информацию, которая будет полезна и маленьким самым начинающим детям. И также детям уже с опытом. А еще выступающим каратистам важно знать, на что во время соревнований обращают внимание судьи. Именно на этих деталях и предстоит заострить внимание в процессе тренировок. Как мне говорил тренер, что техника у меня более-менее нормальная. Единственное, это стойки. Потому что я хожу на танцы, у меня ноги широко стоят. А стойка должна быть очень узкая. Именно это надо исправить, чтобы знать очень хорошо. Девчонок в рядах каратистов немало. Это один из тех видов спорта, который пригодится любому ребенку, считают мастера. На самом деле, с девочками даже проще, когда они маленькие, они более дисциплинированы. И более... раньше созревают, мозгами начинают собраться гораздо раньше. Где мальчику хочется поиграть, с девочкой, наоборот, более дисциплинированно, начинают что-то лучше показывать. Поэтому у девочек даже раньше получается добиваться более высоких результатов, добиваться какого-то прогресса, чем у мальчиков. Поэтому у нас девочек тоже очень. Кира старается не применять приемы каратэ вне стен спортшколы. Однако их знания могут здорово помочь, уверена спортсменка. Девушка должна быть жесткая, она не должна быть только слабая, она должна постоять за себя. Именно каратэ тренирует, это сила, выносливость, это терпение, что очень помогает в будущем. Спустя годы действий ограничительных мер у каратистов, наконец, состоялась поездка на международные соревнования в Московской области. Трое из пяти спортсменов смогли приблизиться к лидирующим позициям. Заняли четвертое место. Не хватило опыта выездных соревнований, пояснили каратисты. Совершенствоваться приходится на месте. Ведь ежегодные экзамены на повышение квалификации, или, как говорят спортсмены, на пояса, никто не отменял. После еще есть 9 данных, черный полосец, у меня первый дан, то есть еще один, куда стремиться. Сейчас нижногорские каратисты активно готовятся к областным выступлениям, которые состоятся в апреле. А в случае успеха нацелены на поездку в Петрозаводск на соревнования по северо-западному округу.